Состояние девочки также остается крайне тяжелое. Она сейчас в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Приехали специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирург и нейроарениматолог. Они уже подключились в работу и корректируют лечение и продолжают лечение. Шансов нет в понедельник. Все будут продолжать лечение. Возможно лечение в Москве или в других центрах? Сейчас самое тяжелое дело, что мы до конца не определились. Сейчас специалисты сегодня улетать не будут, будут оставаться. На следующий день на воскресенье останутся. Будут смотреть, решать, как дальше быть. Как долго в таких случаях реабилитация проходить? Достаточно долго. С учетом того, что у нее есть плеги, то есть левосторонние гемипреги, то есть это нарушение движения. Поэтому реабилитация будет очень длительной. Потребуются ли там косметические, патологические операции? Да, 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 там потребуется. Мы вчера отрабатывали, в том числе, я, Алексей Самбуч, об этом говорил. Сейчас мы ее из чужого состояния выведем и сразу же будем заниматься косметическими, пластическими делами. Это все будет за счет бюджета? Да, это будет все за счет бюджета. Когда будет возможно выписать напавшего, по-вашему? Напавшего? Примерный прогноз. В течение 10 дней он все равно в пределах вода лечится. Это минимум. И от состояния будет зависеть. Все будет на базе БСМП, не будет в Республиканской? Нет, да, все будет на базе БСМП. Лечение будет продолжаться там же. Мы посмотрим, только вот наши санкт-петербургские специалисты должны проведиться. Либо мы будем ее вывозить в федеральной клинике, либо продолжать лечение здесь.